МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И заболевания напоминают о себе после долгой зимы и как пережить нелегкий период. Профессор Лопух, но аппаратура при нем. В тех университете разработали устройство, которое выдаст нечестного заменующегося с микронаушником. Вывески вне закона. Коммерсантам предлагают убрать визуальный шум с улиц. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Майские праздники стартовали. Для кого-то по указу президента неделя между праздником весны труда и днем победы будет выходной, подобно новогодним каникулам. Для кого-то прервется работа в будние дни. По всей стране окончательное решение отдыхать или трудиться принимает руководство организаций. Это же касается и школ. В некоторых будут учебные дни. Где-то майские каникулы решили не прерывать. Детские сады всю следующую неделю будут работать в режиме дежурных групп. Майские праздники традиционно становятся поводом выехать на природу. Да и в городе многие решают организовать пикник с шашлыками. Коррективы в программу на этот раз вносят объявления противопожарного режима. Разводить костры, сжечь сухую траву, листву и мусор даже на дачах и в частном секторе нельзя. Контролировать ситуацию планируют с помощью массовых рейдов вместе с волонтерами. Спасатели объясняют, меры жесткие, но вынужденные. Майские праздники ежегодно усугубляют печальную статистику. И ландшафтных, и бытовых пожаров в такие дни больше обычного. Между тем, по сообщениям торговых сетей, продажи мангалов уже выросли больше, чем в два раза по сравнению как минимум с прошлогодними майскими праздниками. И целого субботника мало. Масштабное наведение порядка во время общегородской уборки парками, скверами, аллеями не ограничивается. После зимы необходимо очистить дороги и тротуары от реагентов, которые высыпали на улицы несколько месяцев. И в этом случае одного дня не хватит. Впереди День Победы, и городские службы объявили бой грязи. Дорожники моют улицы водой, температура уже позволяет. Очищают от пыли ограждения, наводят лоск на памятниках. За чистоту рек борются спасатели. Хронология генеральной весенней уборки в материале Михаила Якимова. Старый телевизор и корпус от холодильника. Как они попали в русло Тулы, остается гадать. А спасателям приходится вылавливать мусор. Упавшее дерево перегородило реку. Из веток и хлама получилась настоящая плотина. Помимо природы человек вмешивается и, назовем так, недобросовестно, который не вывозит мусор, выбрасывает его в реку. Тем самым способствует созданию таких заторных ситуаций. Спасатели в этом году выезжали на разбор таких заторов не меньше 10 раз. А на субботнике в пойме Каменки работали уже вместе с волонтерами. Очищали территорию, которая в следующем году станет парком. Субботник посещаем. Когда проводят субботники. Это веселое, забавное мероприятие. Пользу приносим, самое главное. На субботнике горожане помогли навести порядок и в тех парках и скверах, которые уже давно есть на карте Новосибирска. Даже несмотря на то, что горзеленхоз постоянно следит за ними, помощь новосибирцев важна. Осенью провели большую работу по уборке листвы. И весной работы было намного меньше на субботнике. Субботник хорошо помог. Вывезли осень много мусора, собрали. Скверы намного чище стали. Всего на уборку зеленых зон вышло 97 тысяч горожан. Благодаря их активности на свалку только за субботу вывезли 4,5 тысячи кубометров грязи и мусора. Горожане, конечно, помогли привести Новосибирск в порядок во время субботника. Однако, чтобы навести порядок в городе к майским праздникам, нужно убраться не только в скверах, парках и других зеленых зонах. Нужно навести чистоту также на улицах и даже помыть памятники, чем сейчас и занимаются. Ко Дню Победы должны очистить все памятники. Используют средства для мытья машин. Оно эффективно и не оставляет белых потеков. Ну и, конечно, большое внимание уделяют уборке пыли и грязи с улиц. Чистики – небольшие машины на базе УАЗов смывают и подметают мусор на тротуарах. А на проезжей части работает более мощная и габаритная техника. Мыть дороги, да еще и со специальным шампунем начали на этой неделе. Раньше мешали ночные заморозки. Вода могла превратиться в лед, что небезопасно для движения. Теперь опасность миновала. В основном работа с такими моющими средствами, она актуальна при выходе зимнего периода, когда на дороге и на тротуарах скапливается большое количество грязи и смета, которые нужно оперативно убирать. Уборка улиц с использованием воды намного эффективнее. Каждые сутки с тротуаров и проезжей части вывозят около 650 тонн грязи. Месячник чистоты в Новосибирске закончится ко Дню Победы. А пока генеральная уборка в городе продолжается. Михаил Якимов, Денис Савинский, Дмитрий Кан. Новосибирская неделя. Очищают улицы города не только буквально от грязи и пыли. Визуальный шум, многочисленные пестрые вывески, рекламные конструкции. Очистить от него город стремятся не первый год. Теперь это еще и вопрос международного престижа. Ведь в 2023 году Новосибирск встречает молодежный хоккейный чемпионат. Чтобы фасады не пугали пестротой, в городе работает комитет рекламы. В наведении порядка руководствуются действующим архитектурным регламентом. Все, что этот документ запрещает, предпринимателям предлагают убрать самостоятельно или снимают вывески принудительно. Об этой работе рассказал председатель комитета. Олег Владимирович, как очищаете Новосибирские улицы от визуального шума? Рекламные конструкции, информационные щиты очень волнуют новосибирцев. Комитет рекламы провел мониторинг. У нас на город Новосибирск, если говорить про цифры, 1600 крупных рекламных конструкций. Для сравнения, допустим, в городе Омске 1200 рекламных конструкций. Но Новосибирск, он гораздо больше, чем Омск. Но в Омске при этом они не ощущаются, а в Новосибирске они действительно перенасытили наш город. И здесь важно сказать, мы не про цифры, про подходы, про оптимизацию. Условно, появление этих конструкций в отдаленных районах, но это не всегда плохо, и если это согласовать с жителями, с архитектурой, то, в принципе, это как один из способов разгрузить центр. Второй подход – это, безусловно, современный формат, видеоэкраны. Здесь вопрос как раз стоит в том, где их ставить, в каком количестве их ставить, какое это должно быть оборудование, чтобы оно реагировало на изменение времени суток, автоматически затемнялось. Ситуация на территории города, наверное, разная, на окраинах и в центре. У нас в центре я бы проблему разделил на три основных момента. Первый момент – это перекрестки площади. Конечно, для рекламных операторов это основные точки, так сказать, привлечения своих клиентов. Вторая проблема – это конструкции, которые стоят посередине зданий, загораживают какие-то красивые фасады. Мы выезжаем на место, мы смотрим, где действительно загораживается фасад дома, особенно если какой-то архитектурно интересный дом, а в центре таких у нас достаточно много. Тоже здесь стараемся находить компромиссы, эти конструкции из своих схем мы убираем и движемся в этом направлении. Третья проблема – это крышные конструкции и рекламные вывески на фасадах именно зданий, потому что зачастую тоже стоит старый красивый дом, наверху крышная конструкция. И если сейчас, допустим, у нас крышные конструкции могут быть только из объемных букв, без подложек, то есть не давить на здание. И есть у нас рекламные конструкции и информационные вывески на фасадах зданий. Это вот как раз наши любимые кофейни, какие-то пекарни и так далее. Здесь мы не шли путем Москвы или Казани, которые просто резко в один момент ввели жесточайшие требования и начали все это приводить в порядок. Что касается именно предписаний, то за прошлый период в сравнении с этим мы выписали на данный момент в 2,2 раза больше этих предписаний. Не все предприниматели нас услышали. У нас был рейд на площади Маркса, где незаконные вывески. Банерная ткань на фасадах зданий жилых домов, она у нас запрещена. Ни в каком виде ее использовать нельзя. Но предприниматели нерадивые почему-то считают, что это самый простой путь. Дешево, нам так удобно. Но вот нам так удобно, к сожалению, больше работать не будет. Мы будем за этим очень внимательно следить. У нас чемпионат мира по хоккею, и мы должны к этому времени выглядеть опрятно. И к этому времени мы должны город в порядок привести. Новосибирцы на этой неделе ощутили и буквально увидели вредные примеси в воздухе. То, что называют режимом черного неба. Теплая и безветренная погода способствовала тому, что загрязняющие вещества скопились в атмосфере. В начале недели интернет-сервисы уровень загрязнения воздуха в Новосибирске оценили в 7 баллов из 10 возможных. С приходом дождей и усилением ветра дышать стало легче. На предстоящую декаду Гидрометцентр дает обнадеживающий прогноз. Ожидается, что температура будет выше нормы на 2-4 градуса. Но возможны дожди и порывистый ветер. Врачи вместе с экологами отслеживают состояние воздуха, ведь загрязненная среда на здоровье сказывается не лучшим образом. Возникают спазмы, нарушения дыхания, да и весеннее обострение хронических заболеваний тоже никто не отменял. Татьяна Кияева выяснила, на что сейчас жалуются новосибирцы и как пережить этот период. Весна для одних – счастье, а для других – страдание. Казалось бы, отсутствие снега, тепло и солнце должны радовать сердце. Но вместо этого сердечно-сосудистая система часто испытывает нагрузку. Виктору Валентиновичу 59 лет. Недавно он перенёс инфаркт. Сильно давило в груди, и жжение большое было. Тая уже жена скорую вызвала. Её вызвали скорую. А здесь я уже мало-мало помню. Реанимация. Такое состояние было нехорошее. По медицинской статистике, весной риск обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы увеличивается. Зимой мы двигаемся меньше. Особенно это касается пожилых людей. Именно им стоит сейчас контролировать нагрузку на старте дачного сезона. Сезонность у кардиологических больных связана скорее с тем, что начинается дачный сезон. И активность, естественно, повышается у пожилых пациентов. Если зимой они сидели дома, ничего не делали, то весна и лето – это скорее период, когда появляются какие-то физические нагрузки, иногда довольно большие. Избежать критических ситуаций помогут профилактические осмотры. Если терапия уже назначена, нужно соблюдать схему приема лекарств. Пока пенсионеры готовы свернуть горы, молодые люди нередко страдают от авитаминоза и депрессии. Их гормональный фон неустойчив. Я хочу радости, но я ее не могу получить. Тогда мы говорим, конечно, не о бассейнханде, а о депрессивных переживаниях. После долгой зимы горожане чувствуют себя уставшими. Даже еда и любимый кофе не радуют. С весной мы связываем изменения жизни, как правило, позитивного характера. Но ожидания и реальность не совпадают, поэтому люди начинают грустить. При возможности нужно больше времени проводить с друзьями и чаще гулять на улице, особенно в солнечную погоду. Важно высыпаться, правильно питаться, включая в рацион больше фруктов и овощей. Если хандра не проходит в течение двух недель, то стоит обратиться за помощью к психологу. Весна – еще и пора цветения, а значит обострение аллергии. В воздухе уже есть пыльца ивовых. Верба распустилась неделю назад. Следом зацветут березы. Это главная проблема аллергиков в городе. К примеру, на Красном проспекте целая березовая аллея. Многие этот сложный период проводят за границей, где нет берез. Но сейчас поездки за рубеж ограничены. Татьяна Кияева, Дмитрий Кан, Даниил Смирнов. Новосибирская неделя. Смогут ли школьники сдать экзамены в этом году без подготовки? Первые итоговые испытания запланированы на 31 мая. И самый массовый экзамен по русскому языку проведут в два захода – 3 и 4 июня. У студентов тоже скоро начнется сессия. А это значит целая череда зачетов и экзаменов. Микронаушник – популярная техника, которая последние годы помогала выходить из положения нерадивым учащимся. Однако и преподаватели отныне не безоружны. Резиденты бизнес-инкубатора НГТУ представили оборудование, которое перехватывает сигнал микронаушников и вычисляет нарушителя. О воплощении идеи из советской киноклассики расскажет Александр Сульдин. Лопух не догадался? Диктую ответ на первый вопрос девятого билета. Значит так. Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем. Эпизоды с приключений Шурика резиденты бизнес-инкубатора НГТУ воплотили в жизнь. Создали прибор-перехватчик, который ловит сигнал, поступающий в микронаушники. Включаем любую музыку в данном случае, потому что у нас нет соседа, который нам продиктует. После этого идет срабатывание, и мы слышим музыку. Микронаушник – новая угроза честным экзаменам. Современные технологии позволяют обходить металлодетекторы. Устройство практически невозможно обнаружить камерами видеонаблюдения. В ухо вставляется тончайший проводок. Под одеждой маленькая коробочка-антенна. Телефон с собой брать не нужно, диктовать ответы можно даже из соседнего здания. Под пандемию производители микронаушников сделали маски со встроенным микронаушником. С таким прибором все это не пройдет. Хитрых студентов выведут на чистую воду. Черную коробочку можно установить под каждую парту, или экзаменатор может носить с собой. УМ, так назвали свое изобретение разработчики, точно поймает сигнал. Эксперименты показали, система надежна, позволяет не только услышать подсказки, но и быстро определить их адресата. Студент Алексей Зырянов учится на первом курсе, говорит, что никогда не списывал. Если надеется на шпаргалки, знаний не получишь. Я считаю, что это абсолютно несправедливо по отношению к обычным студентам, и с ними нужно постоянно бороться. Несправедливо вредно для самих списывающих удар по качеству образования. Однако те, кто хитрит на испытаниях, были и будут всегда. Многие преподаватели видят их уже без всяких приборов. Такое, безусловно, бывает, но не очень часто, потому что на специальных предметах, как правило, уже сложно списать. Они в основном решают кейсы, какие-то ситуационные задачи, которые не надиктуешь, как, например, математику или что-то еще. Но, тем не менее, конечно, списывать пробуют. И это очень видно по лицу сразу. Создатели антинаушников собираются продвигать свое изобретение. Возможно, уже на школьных госэкзаменах этого года новая система поможет новосибирским преподавателям отделить хитрых от умных. Александр Сульдин, Дмитрий Кабанов, Новосибирская неделя. Эту неделю мы увидели такой еще больше полезной и интересной информации на сайте Новосибирские новости и в наших социальных сетях. До встречи. Новосибирск. Новосибирск.